Услан Тедей, чемпионера тоже, да, молодежи в сервисовой категории, по версии обеих, да, и в любом типе успешно выступающий Аслан Куза, вот, они их тоже могут, какие у них перспективы, какие у них, так скажем, планы, насколько я знаю, у Суслана проблемы, да, сейчас с рукой были? Он сломал в одном бою руку, ну не сломал, разбил руку, ну она болела, ну так как-то, и мы решили, там была левая рука, и решили, нам предложили этот бой в Питере, мы прям пропустим, ну как болит, он говорит, да нет, и он усугубил, он его выиграл досрочно, но усугубил вот эту травму, Потом мы, этот, предложили Шафика, есть такой очень хороший боксер, он первый в мировом рейтинге, Денис Шафика, спарринги предложили с ним, 6 раундов, мы полетели, мы просто, он улетел в Америку, мы бы упустили такой спарринг-партнера, и удачный спарринг, Суслан выиграл спарринг, но рука уже конкретно была плохая, И мы здесь, в это время проводили турнир, вот этому, нашему боксеру, вы почему-то его не указали, этот, Челехсай, А, феорги, да, феорги, да, феорги, да, это хороший, хороший тоже боксер, он чемпион по ББО, по молодежи, как Суслан Польбье, по ББО, конечно, Ну он тоже в вашем спитере, да, ну он сейчас в Москве, но он вырос, он умер там в одного возраста, с детства вместе, лет 6-10 лет, Он не упустил совсем, да, хотя мы за него тоже здесь болели, да, передоим с Муратом. Нет, ну он как бы пока не этот, но он способный, он уже чего-то достык, все, и, если бы, вот если бы не Мурат, и не Сусик, то сейчас бы самой главной звездой был и Челехсай, и он как-то в тени все время, он не сам такой скромный. Можно вопрос? А вот Челехсай с кем в своем поединке, с кем выиграл, на сколько вы увидите перспективного соперника? Нет, он очень перспективный, он молодой, он молодой, ему 18 лет, он мог, он не должен был боксировать, боксировать должен был другой, И тот видел, перспектив нет, и он отказался, а этот говорит, я тут, этот проиграл тому, который отказался. Этот говорит, почему я буду драться? И он вышел, и он не отозашит, и он ободрисковал. Он в первую очередь отбывал, да? Я в бой не смотрел, потому что мне не до него было, у нас такой цепь был, матч века, и мне там Челехсай не смотреть нет, но после того, как несколько дней прошло, я просмотрел, он очень достойно боксировал, да. Просто 18 лет, а Челехсай уже профессионал, 12 боев провел. Патрат Баскаль – это выдающийся боксер по уровню, чего он достиг, класса какого, боксер любви, он бы профессионалом не был, потому что не было удара, но он был высочайшим, боксером был какие-то годы, лучший боксер в мире, однозначно. Он выигрывал у чемпионов мира, у олимпийских чемпионов, и не напрягаясь выигрывал, но это любительский бокс, здесь, если у тебя денег нет, за тобой конкретно кто-то не ездит и не решает вопросы, ну, вы же видите олимпиаду, ну, выигрывает этот, отдают тому, тот выигрывает, ну, клаву надо. Вот так же Дзоргоева все время заслуживали, он чемпионат России выиграл, и Союз выиграл, потому что все бои заканчивал досрочно. Он из пяти боев на чемпионате России выиграл четыре нокаута, включая полуфинал-финал. А где ему достояли, противник, другие годы, то руку поднимали, или Макаренко, или Лебзяк, или где-то там, за которыми были свидетели. А Баскаев однозначно выигрывал двухрадного олимпийского чемпиона Сайдова. Выигрывал уверенно, не просто таково, уверенно выиграл, а бесспорно. Но так он олимпиаду больше принадлежали. Не только его выигрывал, выигрывал Чикова, двухрадный чемпионер игроков. Всех выигрывал. Баскаев был очень высокого, высочайшего уровня. По уровню он не ниже, чем по титулам, да, но по уровню он не ниже. Алборова, Забоева, он не ниже, если не выше. Ну, неплохие ребята были там. Аланчик, хороший боксер, мастер международного класса, Суслан, Сланов, Роберт. А Суслан Сланов после выключения ставил? Ну, он не мог у них перепрыгнуть. Там был Малетин, Павлюченко, они были... Он с ними хороший бой делал, но они у него чуть-чуть не выигрывали. Год-два и понял, что им надо это вообще. Потому что, ну, он на пике был, но он у них не мог выиграть. Точно так же Чихоев. А Баскаев, мол, выиграл у всех. Вот так же Роберт Глеб. Он хорошо с ними боксировал, но не мог у них выиграть. А на сегодняшний день в вашем зале есть, так сказать, зарождающиеся... Ну, кого-то можно сказать, что он, так сказать, выстрелит в будущем? Ну, конечно. Если мне не называть театровым мужем... Да, и кто, можно так сказать, избежать... То есть совсем молодые, которые... Вот Аллах Угаев. Аллах Угаев. Я думаю, его через несколько лет можно будет услышать уже о нем. Аллах Угаев. Алик Тибилов. Ну, Георгий Попов. Он такой... Очень одаренный. Мой характер какой-то... Он то очень сильно хочет, то у него какой-то сбой. Ну, он все время чем-то объясняет, да. Может, психологически с ним работать надо, что-то как-то... Ну, мы стараемся. Мы его то, 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 приятникам, то, этот, ну... Ну, мы с ним... Мы его не списываем, мы его посмотрим. Но он очень одаренный. Он был лучшим боксером Европы. Три года подряд выигрывал первенство России разных возрастов. Но все равно мы большего от него ждали. А вот эти ребята, они были такие устойчивы. Вот Угаев, Тибилов. Ну, вообще очень... Сейчас же большой бум. После Хейтага был бум. Сейчас после Морика. Вообще все... Такой подъем. Не то, что вот новые пришли, а вот даже те, кто ходили, они увидели, вот человек, у него вчера не было денег на маршрутку, а сегодня он и знаменитый, он и состоятельный, 23 года, и еще перспективы большие. А почему не я? Это всех так, кто же стимулирует. Да, почему успех, они стимулируют молодежь? Да, да. У меня такой вопрос. У тебя же очень популярными становятся эти, ну, ММА, твои бесправедные. И я знаю, что многие, даже не ударники, там, борцы, они же сейчас активно пытаются ударку снова поставить. Там слухи про Гацалов собираются. И вот мне интересно, к вам с такой просьбой приходится по поводу ударов? Да, мы помогаем нашим ребятам, которые приходят, у меня так особо не могу им время уделить, но вот Каргинов этот, он часто приходит. А, который Махарбей, Махарбей, он и утром на зарядке бывал, утром на зарядке бывал с нами, в этом деньграем мы каждое утро, с 8 до 10 в любую погоду в лесу. Если мы здесь, мы где-то не на выезде, то в 8 часов встречаемся, и до 10 мы бываем там. И Каргинов и утром приходил, и в этот, и вечером приходил. Ну, и многие, многие приходили, мы им помогали. То есть интерес есть как практик спорта, да? Не, ну, интерес очень большой. Ну, это отдельный вид спорта, ну, насколько он хороший, я не знаю. Ну, интерес к нему есть в них, есть свой зритель, есть популярный на телевидении, но я лично тоже... Вы зрелищный думаете? Я лично тоже, если звезды боятся, дерутся, то я тоже с удовольствием смотрю. Хороший, вот. Емеляненко когда дрался, я всегда была зрелища большая. Хорошо. Непосредственно то, что, ну, мы говорили с Асланом Тедеем, Георгиевичем, Асланом, Асланом и Асланом Кузеем. В ближайшее время у них запланированы какие-то бои, связанные соревнования? Черехсаев, сейчас идут переговоры с Георгиевским, это президент компании Мирбокса. Вот, недавно звонил Черехсаев, ну, какие-то небольшие есть. Ну, они обсуждают, скорее всего, подпишутся на контракт, тогда будет легче в его продвижении. С Асланом Тедеем мы планировали выступить во Франции в конце января, но, к сожалению, в декабре у него здесь случился несчастный случай на манеже, он с ослобанной рукой боксировал, противника недооценив, и в итоге проиграл. Ну, неожиданно так. Ну, его никто не списал, он должен был подраться. Ну, дали ему быстрый такой восстановительный бой в Челябинске, чтобы он морально пришел в Сиаре. И там армянин, он два раза был призером чемпионата мира по любителям. Ну, со славой его нокаутировал, но при этом руку сломал уже другую, не левую, а правую. Ну, вот я видел гипс. Вчера мы гипс сняли, и сейчас вам сказали, Франция уже, конечно, ясное дело, но 17-го в Германии серьезный матч в Берлине. Ну, мы отказаться не можем. А может все-таки стоит отказаться? Все-таки здоровье, оно важнее, неужели? Ну, посмотрим, посмотрим. Врачи говорят, что вчера на лапах работал, вроде бы камень болит. Ну, еще месяц, может восстановиться. Мы можем за неделю отказаться. За неделю добой, а если мы поймем, что в спаррингах что-то не... Мы за неделю откажемся добой. Как такого, что потерять, допустим, если он сейчас откажется от него, ну, в силу, так сказать, своего здоровья? Что он может потерять? А перспективу? Он продвижение потеряет. Может год потерять, восхождение. Восхождение, наверное. Он затормазит. Там же тоже очень сложно продвижение. Вот Кузай, Аслан, он достоин, чтобы быть в десятке сильнейших. В своем весе. В своем весе достоин. Но в силу каких-то терок с промоутерами, менеджерами, он сам тоже немножко такой тяжеловатый, но он не такой комфортный, как Гассиев или Тетейв. И ему сложно бывает с этим, с ними. И они тоже не всегда находят ему нужные бои. Поэтому, допустим, бой в Лас-Вегасе с этим Шелестюком абсолютно ему не нужен был. Шансов не было никаких. Он два года не боксировал. Его подставляют по супербоксерам. Он чемпион олимпийский, чемпион там или второй, по-моему, чемпион мира и нападемий. А это два года ты не боксируешь. Ну и шансов нет. И он мне говорит, давай мы его выиграем. Ну и если смотрели, то шансов было очень мало. Он переоценил свои силы. И вот этот бой, его опять отпустил. То есть поражения в профессионалах они сильно сказываются на рейтинге. Нет, смотря кому ты проиграл. Если бы он проиграл Нэни Пакеау или Тимот и Бредли, то он, конечно, может даже и поднял. Если бы достойно проиграл. А он Селестюк, он супербоксер, но у него имени нет. Он еще... Вот.